На вопросах нет. Круто. Я хочу представить свою маму сербовую акцию «Системс». Она прочитает свою оплату и сама узнает, как он называется. Как, господа, из-за вход технологических компаний пытаются разобраться с папками. Доклад будет, собственно, о том, как выгодно продать или получить инвестиции в вашу компанию. Потому что, в конце концов, все это становление рынка, это прекрасно, и мы полностью поддерживаем, и участвуем. И прекрасные, красивые сайты, и премии, и рейтинги, и так далее. Но, в конце концов, давайте признаем, что все мы это делаем ради денег. Соответственно, есть возможность привлечь инвестиции для чего-то, и есть возможность продать интерактивное агентство, и как это сделать. Немножко про нас, очень быстро. На самом деле, это не столь важно. Продались мы два года назад, с той самой сети WPP, которую Ольга рассказывала, это самая крупная маркетинговая сеть в мире. Огород в 2008 году 37 миллиардов фунтов сервингов, то есть где-то около 70 миллиардов долларов. И действительно очень большая. Почему также мы считаем, что именно Аксис может рассказывать рынку о том, как привлекать инвестиции? На самом деле, были первые российские студии, которые привлекали внешнее и западное инвестирование, тот кого еще в 1998 году. Дмитрий еще в Аксисе работал в этот момент. После этого в 2000 году привлекли финансирование от фонда private equity, опять же западного. После этого мы были единственной российской студией, которая выкупила обратно долю этого самого фонда НБО. И, как я сказала, два года тому назад продались мажоритарный пакет акций компании группы WPP, то есть то, что называется, сделали выход из компании. Компания также объединились с компанией Wonderman Россия. Итак, для чего инвестиции, что они могут понадобиться? Безусловно, это какое-то финансирование деятельности компании. Мы прекрасно знаем, что марша в нашем бизнесе не очень большая, что в регионах, что в Москве. Соответственно, часто нужны деньги для поддержки операционной деятельности, под какой-то проект. Акционеры в какой-то момент хотят просто выйти или получить какую-то долю денег из компании. И, что немаловажно по поводу инвестиций, это выход на какой-то следующий уровень бизнеса и приобретение новых перспектив. Для себя мы достаточно долго думали, нам предлагали, поскольку оборот компании достаточно велик, выход на IPO на российском рынке. Но мы поняли, что тогда мы останемся примерно на том же уровне, на котором мы стоим сейчас. То есть мы сами будем разрабатывать стратегию, если нужна аналитика, если нужна работа с социальными сетями и так далее. Все будем делать сами. Нужна была сетка, как нам казалось. Нужен был какой-то реальный западный опыт. Часть западного опыта сидит вот так. Вот, соответственно, мы пошли именно на такой шаг. Какого рода инвестиции, опять же, очень разные. Есть долговые обязательства, то есть долговые деньги отдал, контроль оставляешь себе, но в конце концов долг нужно выплачивать. Инвестирование в компанию или проект, либо через private equity, либо какой-то операционный инвестор. Долю контроля отдаешь, делишься прибылью, живешь по плану, который обычно сам создал. Деньги отционерам кэш-аут, отдаешь контрольный пакет, делишься прибылью, живешь по своему плану, если его выполняешь. Как только перестаешь выполнять план, соответственно, план становится чужим, и ты уже становишься практически наемным рабочим. Ну и IPO, это уже законы биржи, соответственно, есть пример компаний, которые достаточно сильно пострадали в результате кризиса, в том числе и в нашей индустрии, из-за того, что материнские компании пострадали на бирже. И очень важный вопрос, который стоит задать себе, это чем готовы расплатиться за эти прекрасные деньги. Это деньгами, безусловно, если долговые обязательства, это, простите, не видно, но контролем над компанией, о которой мы уже поговорили. И это, что также немаловажно, если мы говорим про частных инвесторов или покупки мажоритарных пакетов акций, это то, что мы все привыкшие работать на самих себя и устанавливать приоритеты и стратегию компанию, должны будем от трех до пяти лет работать на кого-то еще или даже дольше, что уже, да, это не всегда привычно, мы не всегда хочется это делать. Также, очень часто, особенно за последние два года, меня спрашивают, как оцениваются интерактивные агентства, не важно, какими инвесторами, это операционные инвесторы, это стратегические, это IPO. На самом деле, пять самых важных факторов, которые оценивается, вам скажет, любой инвестиционный фонд. Управляющая команда. WPP не видела никого, кроме двух человек из нашей компании до момента подписания сделки. То есть, эти люди существовали для них на бумаге, это когда они приехали, а они увидели, сколько же их, и какие они все молодые. Финансовые результаты. Словно, самое важное, это финансовые инвестиции, прежде всего. Тут очень важно сказать, это нормализированный, сейчас скажу, что это такое, собственный сервисный оборот. Что такое нормализированный? Для того меньшинства из вас, которые не платят все налоги, шучу, конечно. Это значит, что приходит аудиторская команда и переделывает ваш финансовый результат на как бы это было, если бы все налоги платились. Мы говорим и про оптимизированные НДС, и про оптимизированные социальные налоги, и так далее. Большинство интерактивных агентств не выживает в такой перепланировке, но не в этом дело. Собственный сервисный оборот тоже очень важен, если вы используете аутсорсинг, особенно людей, именно на аутсорсинге, но также и компании. Это не считается, это вычитается из оборотов, то есть считается ровно то, что остается у вас. И также нормализованная прибыль, да, существуют какие-то стандарты про прибыльность у нашей индустрии, точно так же они просчитываются. Стабильное положение на рынке, сколько лет, клиентское портфолио, сервисное портфолио, то есть какие услуги оказываются все. Все-таки даже у агентств, сидящих тут, они разные. Это тоже очень важно. Как оценивается интерактивное агентство? Безусловно, финансовый результат за какое-то количество лет, финансовый план на ближайшее будущее. И если мы говорим о реанимационном инвесторе или стратегическом инвесторе, насколько агентство вписывается в общую структуру, стратегию компании, насколько оно может помочь холдингу. Частично, почему, например, нас приобрели и как нас используют, в какой-то степени, это возможность хороших дизайнерских услуг и хорошего программирования под более дешевым ценам для европейских и американских офисов и японских офисов компании. То есть мы от этого, безусловно, получаем достаточно большие обороты, хабы, за которые, что бы там ни случилось, сидят они или работают, за ними платят. А наша сеть получает более дешевые и в большинстве случаев более качественные услуги наших специалистов. Что важно иметь в виду? Размер действительно имеет значение. И причем в обоих случаях, да, и более маленькой компании нужно меньше денег. Соответственно, некоторые инвесторы идут именно на это. Если говорить про стратегических инвесторов, наоборот, стоимость для инвестора типа WPP в оценке обслуживания всех юристов и так далее для маленьких компаний просто не стоит того. То есть они смотрят на компанию с определенным оборотом и выше. Очень важно, как же говорили про зависимость от одного клиента, очень редко инвесторы, которые инвестировали в компанию, которые зависят от одного или двух клиентов крупных. То есть если какой-то клиент приносит 40%, да, вот нет, вот кризис, вот что случится. Компанию будет крайне плохо. Соответственно, инвесторы смотрят на диверсификацию того самого портфолио. И дальше, если мы говорим про долговое финансирование или... А, так, важно помнить. Как я уже сказала, что владельцы остаются в компании на достаточно долгий срок.